В Карачевском районе работают 36 избирательных участков. В школе имени Кирова один из самых крупных. Здесь проходят всегда выборы и президента, и депутатов Государственной Думы, местных органов и областных власти. На сегодняшний момент у нас на этом участке достаточно активно идет голосование. Но мне приятно, что в этом году впервые участвуют даже наших пять выпускников 11 класса. Ребятам уже 18 лет. Среди них Иван Булгаков. Как и всем впервые голосующим, ему вручают подарки. Очень приятно. На избирательном участке довольно-таки дружественная и приятная атмосфера. Играет приятная музыка. И выборы – это прекрасный способ и возможность указать свою политическую позицию. Кто-то на выборах впервые, а для семьи Сметанниковых – это традиция. В праздничный день, завершающий Масленицу, планов много. Но с утра решили сначала проголосовать. Раньше ходили вместе, сегодня решили прийти вместе. За наше будущее, чтобы все было хорошо, все прекрасно. Поэтому и пришли проголосовать. На участке установлены электронные урны. Сразу на экране отражается количество бюллетеней. За порядком в зале следят наблюдатели. Люди приходят с утра с настроением, с энтузиазмом. Нарушений на участке нет. Здесь голосуют 1299 человек. Устройство КАИП для голосования очень удобно и практично. В плане подсчета голосов, в плане выдачи итоговых документов. Три дня для голосования. Выходной или будний день спланировать посещение избирательного участка удобно. Это отмечают многие избиратели. Для меня сегодня и Масленица, и выборы. И это праздник. Екатерина Зойдина, Сергей Севастьянов, Карачев.